Всем привет! Здрасте! Очередной выпуск с вопросом на ваши... с ответом на ваши вопросы. Привет! Вот мой вопрос. Год назад я написал образ своей идеальной девушки, внешность, характер, как мы будем вместе проводить время и так далее. А сейчас у меня есть такая девушка... А, у меня есть такая девушка. Сходится слово в слово все, о чем я написал год назад. Кроме цвета и длины волос, но это решаемо. Вопрос в другом. Я понимаю, что она мне вообще не нужна. Вот не мое и все. Хотя при этом она именно то, чего я хотел. Где искать нестыковку? Почему, получив то, что я хотел, я не получил удовольствие? Вопрос на самом деле очень интересный. И редко довольно-таки почему-то нам посылают действительно интересные, осмысленные какие-то вопросы. Но конкретно в этом случае на самом деле есть очень много встречных вопросов. Но если мы это уберем в сторону и будем исходить от конкретно твоей постановки вопроса, что... Почему ты не получил удовольствие, хотя вроде все, что ты хотел... Все, что было для него идеалом, как он думает, оказалось некой иллюзией, получается, по факту? Да. Первое, что... Ну, идеала на самом деле не существует. Как ты убедился конкретно сейчас на практике, что каким бы в твоем представлении человек не был, но когда ты с ним контактируешь, как ты написал, чувствуешь, что это не мой человек, не хочу я этого... Есть, возможно, с ее стороны какие-то качества. Не знаю, возможно, она слишком спокойная. Слишком... Да, может быть, много чего. Слишком неспокойная и так далее. То есть ты не мог учесть все. Хотя она при этом может быть и соответствует всем твоим идеальным параметрам, которые ты выписал, но этого недостаточно. Почему я вообще говорил раньше, давал такое упражнение и периодически его выдаю сейчас. То есть это так называемый образ женщины. Когда ты пишешь, как должна выглядеть девушка, какой у нее характер, какие-то особенности, нюансы, может быть, чем бы она занималась, тебе бы хотелось. То есть ты как бы ставишь себе некую цель по женщине, и эта женщина каким-то чудесным образом в твоей жизни появляется. Конечно же, самое главное, для чего это упражнение дается, чтобы вы хотя бы при подходе, при знакомстве понимали, что вы хотите и не подходили к тем женщинам, которые вас внешне, в первую очередь, не устраивают. Вы таким образом как бы в памяти у себя актуализируете то, что вы хотите, и это для вас некий ориентир, безусловно. Но, как выясняется, недостаточно этого, только хотя бы потому, что ты не можешь учесть всего. Я не думаю, что у тебя этот образ женщины на 200 страниц, там страница, там 142-я, параграф такой-то, пункт такой-то. Безусловно, что очень многих вещей ты просто не учел. Смотри, то есть тут есть момент, в чем ты молодец. То, что ты явно молодец в том, что ты не соглашаешься на то, что сейчас у тебя есть. То есть это уже очень большой плюс тебе, потому что абсолютно, наверное, абсолютное большинство мужчин на твоем месте, не имеющих выбора. И это хорошо, это говорит о том, что у тебя есть выбор, потому что ты над этим задумался. Они бы, наверное, все это проглотили, съели, впитались, смирились бы с этим и сказали, окей, ну а где же я найду еще лучше? Потому что ведь многие параметры, как ты уже написал, они у тебя сходятся. И где, и в чем эта несостыковка, ну как бы все учесть невозможно. Ты еще раз говорю молодец, потому что ты не миришься с этим, ты ориентируешься на, собственно, ощущение счастья. Это самое главное, на что нужно ориентироваться. То есть если я по ощущениям, как говорят в Беларуси, по ощущениям, если я себя как бы ощущаю счастливым, да, это офигенный самый четкий критерий. Если я не ощущаю себя счастливым, какой бы она ни была там совпадающей со всеми твоими пожеланиями, значит что-то идет не так. Да, и от себя добавлю еще. В этом мире случаются некоторые вещи, которые не поддаются никакому объяснению. Ты не можешь это нелогически обосновать, ты не можешь это объяснить как-то. Вроде у тебя нет каких-то причин, вот если мы разбираем даже твой вопрос, почему вроде все нормально, все она как бы тот идеал, который я искал, но я не могу объяснить себе, почему меня не тянет к этому человеку. Да. И пытаться объяснить это, ну это невозможно сделать. Бывает, что лежит душа к этому человеку или нет. Это не означает, что он плохой или какой-то не тот, а просто бывает, что общаешься с человеком, ну не тянет тебя к нему, не испытываешь ты каких-то эмоций, даже если тем более ты женщина, ну ты не... Ты пытаешься себе мозгом, да, еще сказать, блин, что не так? Она же добрая, хорошая там. Да, 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 ну то есть, значит, ну как бы тут остается только поверить в какие-то высшие силы, что даже если все остальное круто, и понять, что ну это просто не твое, твое ты точно почувствуешь. Ну вот есть такие необъяснимые вещи. То, что логика, да, это прекрасно, но не нужно забывать, что тебе с этим придется жить. То, что ты не связываешь свою жизнь с каким-то непонятным человеком, это твой огромный плюс, что у тебя есть в голове представление о том, хотя бы, какая она должна быть. Но еще нужно понимать, что ты ложишься спать, просыпаешься, вот с какими чувствами ты это делаешь. Если ты понимаешь для себя, ну не могу я так больше, не хочу, значит, ты просто оттуда ухожешь. Не надо пытаться объяснить себе, почему я не испытываю чего-то. Еще раз говорю, да, есть необъяснимые вещи, пытаться объяснить себе, почему... Причина может быть две. Либо это необъяснимая какая-то история, когда ты просто душой туда не лежишь, и все, ничего ты с этим не сделаешь. Либо помимо тех плюсов, которые ты написал, там то, что совпало, есть много каких-то минусов, о которых ты просто не подумал, которые ты не учел. Даже с примером того же запаха, например, хотя это самый какой-то банальный пример, но все супер. Но если запах ее дыхания, если уж мы берем прям опять же физиологию, или запах ее тела, запах кожи, ну не твое, это ты вообще не можешь обмануть, потому что это чисто биология, чисто физиология. Либо ты тогда не подумал, оказывается, что женщина может, ну что бывают такие ситуации жизненные, и в этих ситуациях женщина ведет себя так, как для тебя неприемлемо. Ну или все проще, да, это просто не твое, и душа не лежит у тебя к ней. Как-то так, то есть понимаешь, с этим ничего не сделать. По поводу выбора, и по поводу, опять же, хочу похвалить, что он молодец, потому что он... Честно, да, признает в себе. И он не готов с этим мириться, там нет такого вообще вопроса, расставаться мне с ней или нет. Не уговаривать тебя. Ну да, это я поэтому говорю, очень такой вопрос. Он просто спрашивает, почему так, потому что я понимаю, что скорее всего это придет к тому, что вы с этой девушкой расстанетесь, и ты будешь абсолютно прав, если есть такая история. Есть выбор. Если у кого-то этого выбора нет, обеспечьте себя этим выбором, ребят. На самом деле, все эти ограничения только в вашей голове. Поэтому, как бы, возьмите, уберите их. Не можете самостоятельно. Welcome. Мы ждем вас на ближайшем тренинге практика. Приходите, мы вместе с вами обеспечим вам этот выбор. Просто, когда у вас есть выбор, как бы, это базовая вещь, при которой вы можете как-то уже решать, хорошо мне с этой девушкой или нет. Но когда нет выбора, придется ездить то же самое, как с автомобилем. Когда у тебя нет денег, тебе придется ездить на старом ржавом корыте, терпеть то, что оно все время сыпется и ломается, либо же просто плюнуть, махнуть рукой, сказать, да все, я пойду и куплю себе ту машину, которая меня устраивает. Все очень просто. подход к этому как некий симбиоз, микс логики и внутренних каких-то ощущений. То есть, если логически все отлично, но внутренне не все так, что-то беспокоит и невозможно объяснить. Или же наоборот, внутренне все, есть эмоции, тянет к этому человеку, но этот человек к вам относится неуважительно и логикой вы понимаете, что мне здесь нехорошо, логикой, но внутренне хорошо. Вот если это получится скрестить, совместить, то вот это самый идеальный вариант, где и тебе, и ей, и там возможно там у вас получится семья, вашим будущим детям, то есть всему вашему семейству, где будет от этого комфортно. То есть вот это и логика, и внутренние ощущения, они должны быть положительными. Потому что некий баланс. Если это что-то будет нарушаться, то соответственно, рано или поздно разрушится все абсолютно. А когда вы пишете упражнение образ женщины, от которого я не предлагаю ни в коем случае отказываться, если хотите, можете с него начать. Есть куда стремиться, да? К чему-то стремиться. Есть еще как бы упражнение, которое в данном случае может быть даже будет более полезным. Конкретно ему, да? Да нет, практически всем, я думаю. То есть суть такая, что нужно выписать перечень вещей, проявлений, каких-то моментов, с которыми ты категорически не будешь мириться в отношениях с женщиной. То есть то, что тебе не нравится, то, что для тебя неприемлемо, то, что для тебя табу. И потому что, еще раз напоминаю, что как бы то, как может быть хорошо, ты все не представишь. Ты не знаешь, что бывают. Такие женщины, они вот так вот делают, вот так проявляются. Это же блин, вау, супер, мне с ней так классно. Но то, что ты не хочешь, ты точно должен у себя в памяти освежить, как бы неким списком составить. Ну, не до маразма, конечно, да? Она не ест хлеб. Все, пошла нахер. Нет, я говорю о фундаментальных вещах, которые приводят к катастрофическим последствиям в отношениях. И если ты это увидишь, ты точно это не пропустишь. Это для тебя будет таким прям сигналом, что, блин, так, то ли это то, что я искал. Поэтому к упражнению образа женщины я добавил бы еще упражнение писать или не написать, просто сформулировать внутри своей головы, что для меня категорически неприемлемо. А нам сюда, под это видео, в комментариях вам нужно писать свои вопросы, развернуто, либо мне в личку в Инстаграме, и мы из этих вопросов сделаем очередную серию видео, будем отвечать на ваши вопросы здесь. Также ставить лайки, ну и все прочее. Лайк. Или дизлайки. Это уже на чей вкус? Вот то, что ты сказал, да, это очень правильно по поводу, какие недостатки вы не готовы терпеть. И самое главное, нужно для себя четко понимать, понимать, это неважно, какие будут обстоятельства, при которых что-то, какое-то наличие с ее стороны, либо качество, либо какого-то поступка с ее стороны, если будет, вот это для вас в любом случае неприемлемо. Неважно, вот она изменила, но она пьяная была, не соображала, поэтому вот, ну, это есть какое-то объяснение, поэтому нет. Неважно, какие обстоятельства, если вот этот факт случился, все, на этом я сразу заканчиваю. Вот это, как по мне, если у вас четко в голове есть, есть недостатки, не знаю, она курит, к примеру, или пьет, то есть, это можно попробовать исправить. То есть, если человек идет навстречу, и все, вопрос решается, тогда отлично. Если нет, также для себя вы должны четко понимать. это, если будет присутствовать в наших отношениях, смогу я с этим мириться или нет. Если вы для себя понимаете, вам это не нравится, вопрос времени, когда вас начнет это очень сильно раздражать. Из-за этого начнутся скандалы, и в итоге все равно закончится все, все это ничем. Поэтому вот это, очень важно, чтобы вы для себя определились, с чем, вот если будет этот факт присутствовать в наших отношениях, я, если захочу попробовать исправить, да, исправляй. Но есть вещи, которые, все, случилось, вот как измена, никакого объяснения нет, сразу до свидания. Вот это, если у вас в голове четко будет, вот именно, вот какой она хотела, хотели бы, чтобы она была, и точно, чтобы как вот это тогда вообще будет идеально. Не только, какой она идеальной должна быть, но и какой, ну, внешне это понятно, но как можно. Привы книжки, этой внешке все равно рано или поздно. Да, вот это очень важно, то, о чем люди забывают. Это, конечно же, я ни в коем случае не призываю общаться с девушками, которые изначально не нравятся внешне, но надо, просто у многих людей есть такая фигня, что как бы внешность перевешивает, внешность и редкость этих женщин в их жизни, она перевешивает здравый смысл, логин. Такого быть не должно. Как-то так? Да, потому что вам в итоге с этим всем придется жить. Поэтому не будьте себе врагами, до новых встреч, до свидания, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok